В плане вопроса результата в детском и нужном футболе, да? Алло, зеленое, пожестче! Чтобы этот вопрос раскрыть, нам надо понимать, что такое результат. Научиться играть в футбол. Сань, Сань, ориентирование в игровой ситуации, Саня, хорошо? Научиться выполнять установки. Научиться делать то, что требует игровая ситуация. Ты помнишь, летит мяч, и ты бежишь. Две скорости быстрее, правильно? Ну, Стас, мы это разбирали. И как я отношусь к результату, всегда его хочется. Да, мы хотим, мы спешим, мы хотим результат, и любой тренер хочет победить. Но мы не должны сейчас руки на шею и давай забивай. Они должны выйти и сами научиться побеждать. Посредством того, чему мы научим. Базовый набор предматчевых традиций и каких-то рабочих моментов, он не меняется. Что команда приходит за определенное время. Они приходят вместе. То есть не по одному, они собираются там, по времени приходят. И, да, установка, разминка, мотивационная часть. Ну, если брать сегодня, то первая установка начинается за час до игры. Идет мотивационная часть. То есть мы говорим с ним, у нас диалог о том, как надо, что вот мы лучше, там, и мотивация. То есть пытаюсь добиться у детей сразу же переключателей. Раз, внимание, сознательность, активность. Пожалуйста, вы делайте свою работу. Она какая? Кто скажет, капитан? Играю. Ну, правильно, побеждать. Играю, совершенно верно. Что такое результат? Кто мне ответит? Хорошо, еще вариант. Говорите свои мысли, любые. Выиграть вперед. Хорошо, еще. Еще вариант какой-нибудь? Конечно, шоу. Результат заключается в освоении всех знаний, умений, навыков в области футбола. Научиться играть в футбол. Научиться выполнять установки. Научиться делать то, что требует игровая ситуация. Результат победы на табло всегда в два раза слаще. Но я хочу добиться класса сегодня. Андрей Петрович, я думаю, тоже не будет троги. В плане того, чтобы вы сегодня вышли и сделали максимально все, то, что вам проговаривается в учебно-тренировочных занятиях. Главный результат для детского и юношного футбола, для тренера, для структуры, это их обучение. Их последующий переход в взрослый футбол и конкурентоспособность их на нашем белорусском рынке. Обучение не требует спешки, потому что мы потом упускаем какую-то маленькую деталь, которая потом выдает ошибку у футболиста. А вот мы работаем, 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 работаем. Где-то вот раз, 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 заканчиваем обучение этому какому-то игровому эпизоду. И оп, раз, игра. Победа, победа. Браво, парни, браво. Продолжаем. Браво, 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 браво. Пошли, 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 работаем, пошли. Двойне слаще. Нам надо переходить уже к атаке. Мы же не можем, так, ребят, давайте-ка останемся на этом, закончится лицензирование, юношка, и мы потом доучимся. Вот будем точно только так говорить, потому что, например, у нас результат. Нет. Мы новый блок обучения, позиционная атака, либо какие-то там работы во флангах, полуфланга. Пошли, 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 пошли. Начинаем учить. У детей сразу же перекладывается сознание, что, а, новая тема, она сложная, мы начинаем усваивать. Мы уходим на матч. Будет ошибка, я хоть думать? Будет. Жена подбора мяча. Жена подбора. Рослав. Потому что они обучаются. Проходит блок, они осваивают. Кто-то медленнее, кто-то быстрее. Раз, победили. Первый мяч. Браво, браво, браво. Опять победа есть. Нам надо двигаться дальше. Стандарты. Проблема, проблема. Давайте учиться. То есть из этого всего говорить о результате, как цифра на табло, просто сейчас, я считаю, не совсем правильно. Что если, Ваня, мы не будем биться, мы не победим. Мы не победим в двух аспектах. Не будет ни результата ни на табло, и не будет личного твоего результата. Ты не научишься. С этим все согласны? Как понять, если не делать? Мы сегодня призываем вас к высокоморальному, высокоинтенсивной борьбе, высокой осознанности, активности, вовлеченности во всю игру, и делать все возможное, чтобы добиться результата. А какой результат? Я им дал их два. Это табло и ваш обучение. Выбирайтесь. Они готовы слушать. Они готовы все смотреть мне в рот. А тренировка бывает такое, что в рот меня не смотрят. Потому что все-таки это тренировка. Здесь я заставляю все 20 человек. Я здесь. Смотрим на меня. И в этот момент, когда я понимаю, что они готовы слушать, я начинаю установку тезисную. Недельный цикл проработанный. Я им освежаю то, что они должны сделать на поле инструкцию. Итак, значит, что футбольный клуб Минск. Давние наши друзья, давние наши соперники. Стартовый состав на сегодня. В воротах начинает Кола Станислав. Первая тройка. Андрей Петрович, ты стоишь, стреляет пуля. И обработать надо? Это мастерство. Мяч опустили. Команду поджать надо. Это тактика. Зону подбора мяча делать надо? Обучение? Обучение. Латерали побежали. Передачу четкую дать своевременно надо? Надо. Обучение? Обучение. Так что ж вы... И мы стесняемся этого всего. И, пожалуйста, быстрее переключатели. Атака. Оборона. Атака. Оборона. Не было что-то такого. Из атаки мы... Ой, блин, оборона. Нет, сразу переключать, 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 переключать. В конце установки я опять чуточку еще в мотивационной части, чтобы они, знаете, зарядились. Вот эта вот активизация там. Давай, ребят, давай, быстрее, быстрее, быстрее. Все, все, поехали, поехали. И они начинают кричать, там, поаплодировать. И выходят. Зарядка на разминку уже должна быть максимальная. Все. Всем удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После того, как разомнутся, они приходят в раздевалку, готовятся к матчу, там, минут 7-10. Щитки, гетры, замотались, термоанадели, вытерлись, попили водички. И тоже какой-то сильный эмоциональный момент. Сегодня для них будет показан мотивационный ролик из их же жизни. Наш 2006 год уже в августе исполнилось два года, как инструктура нашего клуба. И много набралось фото, видео, материала каких-то эмоциональных голов, где мы побеждали. Где-то, каких-то курьезных моментов. И так получилось, что вот эти два-три нарезки голов в конце видео, именно про Минск, ну вот, оно чудо не сделает. Оно чудо не сделает, но оно, я думаю, кого-то это видео подзарядит, взбудоражит и кого-то направит действительно на то, что надо идти сегодня и биться, играть. Честно, на меня это очень сильно повлияло. Это как-то даже нахернуло как-то воспоминание какое-то и пошел как бы играть и за себя, и за партнера, за команду, за эмблему. Сегодня будет победа. Время, 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 время. Пошли, пошли, мой хороший, пошли. Пошли, держись, 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 держись. Степановна, план перехвата, срочно его на поле, срочно на поле. Товарищ судья, можно войти? 14-15 лет это переходный возраст, пубертатный период, где идут гормональные всплески, эмоциональная нестабильность, нестабильная нервная система, которая, она реагировать сможет на обычный, там, Дима, давай, давай, ну ты же можешь лучше, а он реагирует агрессивно. Тали, своего левого центрального справа, со спины в центр пускаю, у него правая слабая. Своего центра загоняй в центр, у него слабая, правая? А кому ты говоришь, там более в какой-то повышенном тоне, а это ему заходит, то здесь надо уметь ходить, индивидуальный подход. Вступать, вступать! Вступать, серый, вступать! Умница! Санька, жестко, но с головой холодной, понял? Санька, опять в зону смотришь. Сань, Сань, опять в зону, с тебя игрок идет, иди его прибивать! У них уже, его сверстник, это авторитет. Дружный коллектив, каждый за себя. Ой, ну, за друг, друг, каждый друг за друга, типа, нет, у нас такого нет, что, типа, кто-то, кого-то гнобит, нет, такого нет у нас. Ну, все равно там есть у вас разделение, тут мячики носит, кто-то... Не-не-не-не, нет, такого нет у нас. Здесь сейчас есть айфоны, есть телефоны, есть компьютеры, и мир сегодня открыт для них в полной мере. Здесь самая главная задача максимально сдержать их в спорте, вот этот переломный период их оставить, и 16, 16+, они сами поймут, что это было хорошо. Любую методику возьми, особенно зарубежную, да, там есть определенные сленги, определенные девизы тех возрастных групп, которые они тренируются, прям маленькие дети, да, учись, играя. Чуть постарше, учись видеть партнера, да, и так много-много сленгов. И вот моя команда, наша команда сегодня, 26-го года, она на уровне уметь побеждать в матчах. Юта, ай, поборись, ай, поборись, мой хороший, поборись! Ай, Ютка, 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 Ютка! А у них получается иногда один в один, у Мороза и у этого, и у Серова, а? Ниже и уже к нему, а он пытается, смотри, он пытается поймать защитника, он не понимает. Работаем, 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 зеленый, работаем! После 15-16 лет идет девиз уметь побежать в турнирах, это уже вот тот предвыходный уже момент, когда они должны уже войти уже в дубль и в основу. Ну, по плану вот сейчас закончить два сезона вот со своими пацанами и попытаться вот попасть в дубль, а там дальше уже основа и дальше. Я начал заниматься футболом лет 8-9 назад, папа привел на футбол. Я первое время не любил футбол, скажу честно, а потом прошел буквально месяц, и это мой любимый спорт. А до этого какой спорт я любил? До этого, ну, было слишком раннее детство, не было такого. Серый, мы кино наблюдаем. Ты кино смотришь. Нам нельзя, нам нужно терпеть. Надо уметь терпеть и не завышать ожидания к ребенку, потому что кто-то развивается медленнее, кто-то быстрее. Это очень важно. Сегодня это надо отслеживать и терпеть, терпеть, терпеть. И рано или поздно результат нашей работы, он даст себе знать. Эй, эй, пробуй, 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 пробуй. Лежать, лежать, беги. Афалит! Зелененький, давай, работаем, 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 работаем. Вы пришли поболеть за команду? Естественно. Все-то сегодня пришли. А все это кто? Ну, детские тренеры все. Конечно. Это же наша лицензия, наше будущее. Э, зеленый! Зеленый, сошли от него! Давай еще подморозимся, еще хотя бы минут 15 раз дай нам шанс. Дай нам шанс, парни, перестраиваемся. Перестраиваемся 4-2-3-1. А тренер вот сегодня в перерыве, что сказал? Ну, ничего, сказал, продолжайте в том же духе. Неплохо играли. Скал, не расслабляйтесь, потому что в трон-дам будет потяжелее. Продолжение следует... Недаром многие ведущие академии футбольной Европы и мира акцент делают первый на учебу. И отбирают в академию, что не кто быстрее бежит, не кто быстрее, сильнее прыгает, а тот, кто хорошо учится. Первый критерий. Ну, условная ЯКС, я как-то читал про них, то есть учеба должна быть учебой. Футбол должен быть футболом. Здесь уже мы должны найти симбиоз между тренером, родителем и ребенком. Да куда ты, парш, отворачиваешься? Правильная установка расписания. Что где он, как делает уроки. Если парень действительно делает все размеренно, все у него будет получаться. Став, Став, выйди забери, с голосом, ну что ты разводишь руки? Я помню самое изречество, я ездил в Гомель, на лицензирование играл за свой возраст. Я после школы садился на дизель, каждый день делал уроки в дизеле. И приезжал, играл, ехал домой. И реально хоть вариант. Я знаю наши ребята, они тоже много делают уже таких вот правильных решений. Что кто-то в автобусе читает стих, кто-то так находит. Мы учим их становиться над сложностями и решать их. Это самое главное. Спокойно, спокойно работаем. И кто-то не справляется, да бываешь, дети уходят. Приоритет на учебу отдают и футбол как бы бросают. И довольно-таки хорошие ребята. Ну вот, кто-то действительно ложится в 11 просто пластом, потому что спектр всех дел у него очень большой. Йод, Йод, забери у Серова спину, понял? Любой ценой. Эй, забудь про фланги. Ну, стараются, тем они сильнее становятся. И да, Йода, надо побороться, надо побороться. Если выбирать, что бы не спорт, ну спорт на первом месте. Мне легко, честно, совмещать. Я успеваю и туда, и туда, проблем нет с этим. Какой средний балл? 7,5. А в команде есть какая-то система штрафов или, может быть, наказаний за то, что человек опоздал на тренировку? Как-то не так себя повел. Да, есть. Она, опять же, минимальная в плане каких-то поручений. К примеру, да, вот мы тренируемся на базе. И на Дзюшору 8 мячи черные от резины. Ну, кто попазал где-то там на косячи, мы дали 3 мяча дома отмыть. Сегодня на игре были беленькие. Ну, вот мячи. Жирные родители. Да, да, да. Ну, вот один-три дня отмова, ничего не брало. Присуй, 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 присуй. А, ну, как можно остаться, парень? Ну, где-то раз. Упал на мяч. Фу, наш мяч. Ну, и какие-то, да, там, скакалочки попрыгать. Там, слушай, иди там чай заваривать. То есть, ну, такие есть, знаете, какие-то воспитательные меры. Кувыркаться тысячу раз, как бы, не даем, нет. Один-один с футбольным клубом Минск. Установка выполнена в полном объеме. Команда отдала себя полностью игре. Вы не жалели, вы пытались и вы добивались. Получили сегодня большое обучение и практику игровую. И заработали зачетным баллом. Вот такие матчи мне нравятся, смотрите. Такие матчи я горжусь командой, горжусь каждым, кто выходит на поле. Горжусь, как бы там ни менялось, за ротации, смены, дошли, не зашли. Вы знаете, что мы двигаемся, мы карабкаемся, мы цепляемся за две задачи. За обучение и за результат. И это сложно. Я доволен. У вас тоже, я вижу, усталость, но она радостная. Так что всех с одним баллом и всем спасибо. Матчу очень понравился, такой боевой, надежный. Игра очень сильно понравилась. Она прям была боевая такая. Видно, что все старались сразу. Все просто отдались на поле. Думаю, что все выполнили тренерскую установку и сыграли замечательно. Ну, всем горжусь под с нами, кто играл. Вот эти ребята сегодня – это наше будущее. Я не делю. Минск, Гомель – это наше будущее. Мы делаем общее дело, и это очень важно. Тяжело сказать, какое я вижу, потому что, ну, Богу, известно, что будет через два года. Хотелось бы. Хотелось бы ее видеть высокоморальной. Высокоморальной, заряженной на спорт, на футбол. То есть, чтобы они не уходили с этой тропы. Да, кто-то играет во второй лиге, кто-то и в первой. Кто-то идет юристом и работает в банк, но футбол остается в их жизни. Я хочу, чтобы вот эти ребята в течение двух лет, там, когда они уже будут на выпуске, чтобы они любили футбол до конца. И если они пустят в себя футбол, то обязательно их отблагодарить.